Украинцы считают, что в 2014 году страна могла сохранить Крым в своем составе. Более половины украинцев считают, что Украина могла сохранить Крым в своем составе. При этом большинство считает неправильным решением тогдашней власти отдать полуостров без боя и не обвиняет в случившемся одного лишь отстраненного на то время президента Виктора Януковича. Об этом пишет РБК Украина со ссылкой на результаты социологического исследования, проведенного исследовательской компанией «Эктив Групп» 17-20 декабря 2021 года. Так на вопрос могли ли решение новой власти в Киеве в феврале-марте 2014 года сохранить Крым в составе Украины? Преобладали положительные ответы, 52%, 23%, да вполне, 29% скорее да, треть опрошенных 32%, отрицали наличие возможностей у тогдашней новой власти удержать Крым, 19%, скорее нет, 12%, точно нет. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкайт. С другой стороны, среди причин потери Крыма в 2014 году весомым фактором, по мнению респондентов, было именно военное преимущество Российской Федерации, 3,85 по пятитебальной шкале, оценки 4,5 этого фактора выставили 59% опрошенных. Также украинцы практически одинаково по пятитебальной шкале оценивают такие факторы как ошибки экс-президента Виктора Януковича и его власти, так и новой власти, сформированной по результатам революции достоинства, 3,78 и 3,73. Соответственно, интересные оценки украинцев двух конспирологических версий сдачи Крыма без боя. Согласно первой это произошло в результате договоренностей Запада с Россией, в рамках которых Запад заставил Украину сдать Крым без боя. 38% опрошенных выставило этому фактору оценки 4,5, а средневзвешенная оценка составила 3,2, максимальная зафиксированная на Западной Украине – 3,58. Вторая конспирологическая версия возлагает вину за сдачу Крыма без боя. На новое руководство Украины, которое хотело избавиться от пророссийского электората, проживавшего в Крыму. Этот фактор на 4,5 поддержали только четверть 25% опрошенных, средневзвешенная оценка составила 2,79, и вновь крупнейшими конспирологами оказались жители Западной Украины – 3,4. Здесь оценки 4,5 данному фактору выставили 45% опрошенных. В той или иной степени верным решением о сдаче Крыма без боя считают лишь 18% респондентов, в той или иной степени неправильным – 62%. В то же время абсолютное большинство украинцев – 51%, в той или иной степени уверены, что ВСУ в Крыму должны были оказывать вооруженное сопротивление агрессорам, в то время как противоположного мнения придерживается только треть опрошенных. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкайт. В той или иной степени верным решением о сдаче Крыма без боя считают лишь 18% респондентов, в той или иной степени неправильным – 62%. Озвучено Яндекс Спичкайт. Говоря об ответственных за то, что Крым был сдан без боя, украинцы не возлагают всю вину налишенного на тот момент президентских полномочий Виктора Януковича. Он обвиняется менее половины – 39% респондентов. Президент Украины Александр Турчинов, который на тот момент был верховным главнокомандующим, ответственным в первую очередь считают 24% украинцев. В той или иной степени, в первую, вторую или третью очередь, Турчиново в сдаче Крыма без боя считают виновными уже 53%. Опрошенных. Также украинцы обвиняют олигархов армию и самих крымчан. Надежды украинцев на возвращение Крыма в состав Украины находятся где-то между осторожным оптимизмом и умеренным скептицизмом. Ожидают возвращение Крыма 46%, из них только 4%, в ближайшей перспективе, треть 33% считает, что Крым вернуть не удастся при 21% тех, кто затруднился ответить. Меньше оптимистов на Востоке – 27%. Исследование проводилось компанией Active Group 17-20 декабря 2021 года методом личного интервью Face to Face. География вся, территория Украины за исключением оккупированных регионов. Всего опрошено 2656 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту полурегиона Украины и типу населенного пункта, город-село. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 1,9% для общего опроса и 4,9% для каждого из макрорегионов.